ПАТРИОТ РОССИИ Десять лет существования стал одним из самых популярных в среде российских журналистов. Газетчики, радийщики, телевизионщики, авторы интернет-изданий охотно представляют свои работы на суд жюри. Название номинаций в духе названия самого конкурса. Россия – великая наша держава. Это наша с тобой биография. Мы – россияне. Россия молодая и служу Отечеству. Моя работа касалась судьбы воинов-интернационалистов, которые выполняли свой долг на территории Афганистана. Мы почему-то говорим «воины-интернационалисты», и нам воображаются люди, которым лет 30 уже, а это молодые ребята, которым было 18 лет. Кто-то 18-летие, совершеннолетие отметил уже в Афганистане. Стала хорошей традицией честовать победителей конкурса не только в Москве, но и в других славных городах нашей Родины. География обширная. Нижний Новгород и Екатеринбург, Волгоград и Омск, Уфа и Челябинск. В этом году эстафету приняла Тула. Победители конкурса получили золотые и серебряные медали, а также дипломы. Наградили и организаторов. Глава города Юрицки-Пури поблагодарил участников за труды на Ниве патриотического воспитания. И отметил, что очень символично и знаменательно, что в этом году финал конкурса проводится именно в Туле. Ведь наш город за всю его историю ни разу не был покорен врагами. И сейчас является не просто оружейной столицей России, но и одним из центров патриотического воспитания. Сейчас находится, к сожалению, много желающих, которые хотят фальсифицировать историю не только итоги Великой Отечественной войны, но и историю России всей вообще на протяжении тысячи лет, начиная от Киевской Руси. Но благодаря во многом вашему труду это никогда не удавалось, не удается и не удастся никогда. Помимо награждения, участников и гостей конкурса ждал настоящий концерт от лауреатов самых различных патриотических конкурсов. Чтение стихов, пение и танцев. Ну и, конечно, возможность не просто представить свою работу, но и обменяться опытом с коллегами. София Кириллова, Андрей Ремезов, Тульская служба новостей.